Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы научились жить Богом. Ты святой, ты Божий, ты отделенный для Бога. Потому что в духе нашем пребывает вера, в духе нашем пребывает откровение, и в духе нашем пребывает Господь. Знаешь, когда Иисус говорит о небесах, Он рассказывает, и мы читаем в Откровении, что там престол Божий, и там все вокруг Божьего престола. Вся небесная жизнь, она крутится вокруг кого? Вокруг Бога! Там все почитают Бога, там все поклоняются Богу. Это самое главное. Самое главное, что на небесах происходит. Там не написано, что они там едят картошку, там они ездят на море, там еще что-то. Нет, Он сказал, вот, вот что на небесах происходит. И когда Он молился, Он сказал, то, что есть на небесах, пусть придет сюда, на землю, чье это желание? Это желание Иисуса, это желание Бога. Что есть, говорит, там, что происходит там, должно быть и здесь, на земле, потому что, говорит, ибо Твоя есть и сила, и власть во веки веков. Бог должен быть Богом. Бог должен быть на престоле. Аллилуйя! И когда Он на престоле, когда Он царствует, ты находишься под защитой самого царя. Ты находишься под обеспечением всемогущего Бога, Эль-Шадая. Аминь! Так говорит все Писание. И когда что-то происходит по-другому, когда люди отдаляются от Бога, когда кто-то другой занимает это место, а это место занимает враг, тогда в жизни опять наступают плохие времена. И в прошлый раз я говорил, что в книге Судей, 6 главе, написано, что израильтяне, они отвратились от Бога. И тогда кто пришел? Пришли мандиатяне. И они стали у них забирать то, что им принадлежало. И они, написано, прятались по ущельям. Они прятались в скалах. Этот Гидеон, да, вот в 6 главе, где об этом описывается, он прятался, чтобы сделать себе пирожки. Потому что он боялся, что придут враги и заберут у него. И он ничего себе не сможет сделать. Но что сказал ему Господь? Господь ему сказал, что ты пойдешь и освободишь эту землю с Божьей силой. Потому что Бог всегда хочет дать нам свободу. Аминь. Свобода от врагов. Но, говорит, вы должны вернуться ко мне. Вы должны снова поставить Бога на первое место, чтобы Он был на престоле. И тогда вы под властью Бога, вы под Его правлением, вы под Его защитой, вы под Его благословением. Аллилуйя! И это мы видим, оно повторяется и туда, и сюда, и туда, и сюда. Но мы должны понять, и раз и навсегда для себя сделать такой выбор, что я выбираю тебя, Господь. И я буду выбирать тебя каждый день в своей жизни. И каждый день я буду говорить, что ты мой Господь. Что ты мой Царь, ты мой Бог. Ты мой Отец, ты мой Спаситель. Ты мой защитник, ты мой обеспечитель. Ты мой источник. И я ни в чем не буду нуждаться. Аллилуйя! Только при этом я могу сказать, что я ни в чем не буду нуждаться. Но если Бог у меня на 28 месте, или даже на 2 месте, я не могу претендовать на то, чтобы сказать, Господь, Бог, мой Бог. Что Он мой Бог, Он мой Пасторь. И я ни в чем не буду нуждаться. Нет, я могу говорить, когда Он на престоле. Слава Богу! Итак, о чем я хочу поговорить? И прочитать это местописание, когда Иисус пришел в свое селение, пришел, так сказать, на свою, можно сказать, родину, где Он там вырос. Он родился в другом месте, но Он вырос там, в Назарете. Он пришел туда. И что Он стал делать? Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, это Марка 6 глава, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, и что за премудрость дана ему, и какие чудеса совершаются руками его. Вот интересная ситуация. Напомню просто. Он пришел, прошло уже какое-то время, и они его не узнали вначале. Они его вначале не узнали. Они думали, ну это какой-то проповедник пришел, это какой-то проповедник приехал, это какой-то, да, да, действительно, он то делает, вот это. И вдруг, и вдруг из всей синагоги кто-то его узнал, да, видите, кто-то узнал его и говорит, а не плотник ли это? Сын Марии, брат Якова, и Иосифа, и Иуда, и Симона. Вот вроде все пока, пока они его не узнали, они его так все уважали. Они говорят, да, смотрите, какая мудрость, какое помазание, косило, какие чудеса, и вдруг кто-то говорит, так это ж Иисус, это ж Иисус с нашей улицы. Что вы не помните Иисуса с нашей улицы? Там вот и братья его, и матерь его, да мы знаем его, мы его все знаем. и моментально что произошло? Авторитет его упал. Понимаете? Моментально, моментально, потому что им было трудно принять его, да, как Бога, явившегося во плоти. Они его просто принимали как кого? Как человека с соседней улицы, которого они знают, который вырос на их глазах. И о чем это речь? И речь о том, что если мы не принимаем дар Божий, дар служения, этот дар для нас ничего не может сделать. Видите, когда написано, что Иисус хотел молиться за них, и написано, и не мог совершить там никакого чуда. Представляете, вот сила уважения, принятия, она всегда связана с верой. Как только они, вот так сказать, дискредитировали, да, с уровня служителя, на уровень просто их соседа, знакомого им человека, Иисус, не написано, что он не хотел им помочь, правда? Написано, он не мог ничего сделать. Не мог. Вот сколько бы он ни старался, я не могу. Почему? Потому что здесь интересный урок, что вера и почтение, они идут вместе. И если ты не почитаешь дар от Бога, этот дар для тебя ничего не может сделать. И мы для себя должны сделать выводы, да, потому что дары, они даны в церкви, да, дары служения, они так и называются, дары служения. И смотрите, что Иисус об этом сказал, да, говорит, ну не бывает пророк без чести, ну разве только в своем отечестве и у своих родственников. Может быть тоже, ты приходил к родственникам, и они говорят, да ладно там, что тебя слушать, мы тебя знаем, короче, сиди и молчи, да. Но когда может быть ты с кем-то другим разговаривал, с другими людьми, они по-другому тебя воспринимали. Почему? Потому что у них было другое восприятие тебя. И поэтому здесь для нас какой урок? Это восприятие Бога как Бога, уважение к Нему и восприятие Божьих служителей как Божьих служителей. Аминь. Потому что если мы не воспринимаем Бога как Бога, Он для нас ничего не может сделать. Если мы не воспринимаем служителей как дар служения, Бог тоже через них ничего не может сделать. Знаете, перед этим написано, что Иисус там и воскрешал, и открывал глаза слепых, и все-все там происходило, все чудеса, и знамения, и кормление, и все было, и тут раз тебе, ты, говорит, не мог, Он не мог ничего сделать. Какая проблема? Люди, смотрите, особенно сегодня я хочу сказать, они не исцелились. Они не исцелились. И вот интересно, что исцеление, оно связано даже не с самим, как бы, человеком, который за них молился. За них молился Иисус. Вот, ну, кто может быть лучше и сильнее Иисуса? Кто? Никто. А они не исцелялись. Понимаете? Они не исцелялись. Почему они не исцелялись? Они не верили Ему. Они не принимали Его, как посланника Бога, как Сына Божьего, как Бога, явившегося во плоти. И Он, написано, ничего не мог сделать. Лишь на немногих написано. Лишь на немногих Он возложил руки и исцелил их. Ну, какие-то немногие, слава Богу, еще были. Какие-то немногие еще верили, да, и принимали Его. И именно те, кто принимал, они исцелились. И для нас это важно. Почему? Потому что мы тоже все хотим быть исцеленными. Правда? Все хотят исцелиться. И все хотят быть здоровыми. И слава Богу, кто принимает пророка, во имя пророка, получит что? Награду. Кого? Пророка. То есть, если он принимает этот дар, он получает от этого дара что? Он получает благословение. Награда – это благословение. Но если он не принимает его, он ничего от него не может получить. Видите, в чем простая суть. Итак, что здесь для нас говорится? Смотрите, в Ефесятах написано, что он поставил в церкви, да, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, учителя и так далее. Написано, для чего они поставлены в церкви? В Ефесятах 4 глава. Написано, что они поставлены на дело служения для созидания чего? Тела Христова. И поэтому это кто их поставил? Написано «Он», то есть Бог их поставил. И кого Иисус тоже пришел как кто? Как посланник от Бога. Правда? Это его Бог послал, это Отец ему сказал, иди и сделай это. И он сказал, да, Отец, я это сделаю. Аллилуйя. И дальше для нас тоже сейчас важно, потому что Иисус сейчас, он не здесь, он на небесах. А кто сейчас здесь? Кто на земле? Дух Святой и дары, которые Бог поставил в церкви. Аминь. И от этого тоже зависит наше благополучие, наше исцеление, наше развитие. Будет оно или не будет его? Почему? Потому что Бог так определил. И он говорит, если вы не будете верить пастору, что он пастор, что это дар для вас, и вы его не принимаете, потому что, может быть, вы на него обиделись, может быть, вам еще чего-то хочется, еще и того, и того, и того, что у людей много обиженных людей, я знаю. Но когда ты обижен, ты закрыт для дара служения. И тебе невозможно помочь из-за этой обиды, из-за непочтения, неуважения и так далее. Ты не можешь получить то, для чего Бог этот дар поставил в церкви. И если ты не можешь это получить, ты остаешься, значит, без этого. Ни исцеленным, ни свободным, ни благословленным. Понимаете? Это очень важно понимать, потому что дьявол через что действует? Я говорю, через плоть. Да? Через плоть. Потому что люди плотские всегда обижаются. Они всегда обижаются. Там чуть-чуть на их плот надавили, они обиделись, они то, они это. И что получается? Они блокируют силу Божью. И Бог ничего для них не может сделать. Они думают, Господи, ну как же так? Я вот имею такую проблему, и никто мне не может помочь. Говорят, ну главная проблема, она в тебе. Если ты эту проблему уберешь, то помощь, она к тебе уже бежит, она стремится к тебе. Это помощь. И Он поставил в церкви. Аминь? В церкви. Слава Богу, что Бог создает церковь, и Он ставит в Своей церкви дары. Дары чего? Служения, чтобы послужить тебе. А ты, чтобы послужил мне. Аллилуйя. Понимаете? Написано, каждый служи своим даром. И если этот дар принимается, он может служить. Но если он не принимается, он ничего не может сделать. Вы со мной, нет? Аллилуйя. Знаете, история была очень древняя. Я просто вспомнил эту историю про Моисея. Ну вот, казалось бы, Моисей, да? Ну куда больше? Куда больше, чем Моисея? Он их вывел. Действительно, из рабства. Если там Господь только напоминал, что я вас вывел, то они видели, они вышли под предводительством Моисея из рабства египетского. И что бы вы думали? Что бы вы думали? Кто начинает быть недовольным? Не только народ, который там вопил постоянно, хотел еды. Потому что плоть написано, чрево их Бог. И они постоянно вспоминали, как они кушали в Египте. Это было для них главным смыслом жизни, как я понимаю. И они постоянно требовали еды и того, и того. Но в числах 12, в числах 12 глава написано, «И упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Ефе, плянку, которую он взял». Интересно. Вот где-то Мариам, она была, она била в бубен, она шла впереди, и все было замечательно. Но, смотрите, проходит какое-то время, и дьявол не успокаивается. Вы понимаете, дьявол, он не успокаивается. Он ищет. Он ищет, как пробраться в человека. И как повлиять на него. Для чего? Чтобы лишить его силы, лишить его помазания. «Одному ли Моисею говорит Господь, не говорил ли он и нам?» Понимаете, куда тут все подвигается? Подвигается к тому, что у нас должно быть равенство. Короче, ты и мы, мы все одинаковые. Видите, мы все одинаковые. И нам Бог говорит. Не помните, как Мариам пела и била в бубен? Говорит, я помню. И записано даже в Библии в такой-то главе, как вот она шла, и все радовались. Вот. Но смотрите, что интересно. «И услышал это Господь». То есть Господь Он слышит. Вы знаете, что Господь слышит? Что Он услышал? Он услышал неуважение. Он услышал непочтение. Кого? Служителя Моисея. А кто выбрал Моисея? Он сам сказал, Господи, я вот хочу всех вывести. Кто Его выбрал вообще? Бог выбирает. Друзья, мы должны понять, что вообще написано, не мы Его избрали, а Он избрал нас. Он выбрал Моисея. Он выбрал тебя. Он выбрал меня. А мы лишь согласились с этим выбором. Понимаете? Что это Он нас выбрал. И написано, это Он поставил в церкви. Апостолы, пророков, евангелистов, учителей и так далее. Кто поставил? Чей выбор? Это Бог поставил. И понимаете, когда они стали выражать свои недовольства, неуважения, там, выбором Моисея и так далее, так далее, вообще Бог это принял на свой счет. Аминь? Потому что, говорит, а кто вообще поставил Моисея? Это Он его поставил. То есть претензии к Моисею, это были претензии кому? К Богу. И тут Бог услышал. И услышал. Это Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно, внезапно, да? Моисею, Арону, Мариаму, выйдите все трое к Скинии собрания, и вышли все трое. Это, говорит, наш разговор. Короче, идите сюда. Мы с вами будем разговаривать. Это касается только нас, да? Они вышли. И сошел Господь в облачном столпе, и встал в Ходор Скинии, и позвал Арону и Мариаму, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении во сне, говорю с ним, но не так, как с рабом моим Моисеем. Аллилуйя. Почему он так говорит? Потому что, говорит, да, вы тоже дары служения, но Моисей – это другой дар, и я с ним по-другому общаюсь. Аллилуйя. Это я его выбрал, я его поставил, я с ним по-другому общаюсь, я его выделил. То есть я с ним говорю по-особенному. Видит или нет? И вот там дальше я так сокращаю, говорит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Ну как вот вы не убоялись? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло, скинь, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Интересно, да? Она не любила чернокожую жену Моисея, и она покрылась проказою, да? Она стала абсолютно белой. И вот вы знаете, что интересно в прогазе? Это не то, что они белые, что там кожа, там все отваливается. Я читал, что врачи говорили, что человек теряет чувствительность, то есть нервные окончания не работают. И поэтому вот то, что у них там все это отваливается, они даже этого не чувствуют. И вот в этом и опасность, что они теряют что? Чувствительность. Они теряют чувствительность. И для нас здесь, какой для нас здесь урок? Что когда у нас неуважение, да, к Богу, там, к Божьим дарам, Бог говорит, вы потеряете чувствительность к Богу, чувствительность к Святому Духу, да, к Его присутствию. И более того, что сделал он? Он вообще ее вывел за стан. Вывел за стан, потому что в этом состоянии, да, ей нельзя было ни с кем сообщаться. То есть такая изоляция произошла. О чем здесь смысл, я думаю? Смысл в том, что непочтение, оно изолирует нас. Понимаете? Непочтение, оно изолирует человека от Божьего присутствия, от Божьего понимания. И вообще изолирует его от других людей. Вы посмотрите, что если люди, знаете, они такие, ну, какие, наглые, там, непочтительные, ну, с ними вообще никто не хочет общаться, с ними никто не хочет иметь общих дел, правда? То есть само непочтение, оно изолирует человека. И он остается один, потому что, ну, кому нравится быть с таким человеком или с такими людьми? И мы должны это для себя понимать и видеть, да, насколько почтение, уважение, да, оно важно для нас всех. Потому что иначе ты останешься один, просто один, совсем один. Останешься вне стана, вне церкви, вне служения, вообще вне чего, ты будешь один. Я так интересно замечал, что есть люди, они меняют по 20 работ. И почему они не могут удержаться на какой-то работе? У них проблемы с подчинением, у них проблемы с уважением. И поэтому до какой-то ситуации, до какого-то конфликта они еще работают, потом какой-то конфликт, все, они уходят, все, я ухожу на 28-ю работу. И вот они там ходят и ходят и ходят и ходят и ходят и ходят, и никак не могут остановиться. А проблема в чем? Они всегда ругают всех, там плохо и там плохо. А проблема в чем, да? А проблема, что они изолируют себя, видите, непочтение, оно изолирует нас. Оно выталкивает нас, и мы остаемся вне, вне стана, вне работы, вне семьи, вне служения, вне церкви и так далее, и так далее. А что нас приближает? Написано, любите друг друга, да, почитайте друг друга. Это соединяет нас, и это приближает нас. Слава Богу или нет? Вот поэтому плоть, она очень обидчива, она очень всегда недовольна, она очень всегда негативна и так далее, и так далее. А дух что? А дух, он верит, а дух, он любит, да? Почему? Потому что это от Бога в нас. Это любовь, которая все покрывает, она по-другому относится, она по-другому реагирует, она по-другому говорит. И это то, что Бог хочет увидеть в нашей жизни. И смотрите, еще одна история про исцеление и про почтение. Смотрите, это тоже известная всем история. Помните сотника, у которого заболел слуга? Все помнят эту историю? И вот интересно, написано, что это у нас получается Евангелие от Луки, 7 глава. Смотрите. И у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Вот интересно, его отношение к кому? Он сотник, да? Он вообще римский завоеватель. Он оккупант, так сказать, плохой человек, можно сказать, да? Но посмотрите его отношение. Ради кого он пошел просить? Ради своего слуги. То есть, почему он так к нему относился? Он был какой-то необычный сотник, мы говорим, да? Он был какой-то не такой, как все. Почему? Почему? Он им дорожил, да? Он его уважал. То есть, для него это был не просто какой-то там, ну, там, слуга, ладно, умрет, другого возьму, я еще могу сто слуг себе нанять и так далее. Нет. У него было другое отношение, уважение, да? Он уважал, он дорожил этим слугою. И что? Он захотел ему, конечно же, помочь. Он написано, услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшим просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Он даже, видите, он даже не за себя просит. Видите, почтение, оно делает нас другими людьми. Аллилуйя. Он пошел просить за какого-то, можно было сказать, слугу. Вот ему это надо римскому сотнику, да? Ему вот это надо. А ему это надо было. Аллилуйя. И он пошел. Он пошел просить. И что мы здесь дальше читаем? Услышав, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно. Опять же, интересно, что кто пошел просить Иисуса? Старейшины. Старейшины Израиля. Знаете, их вот куда-то вот поднять и пойти кому? К Иисусу. Я думаю, это была огромная проблема. Но почему они пошли? Смотрите, они рассказывают, почему. Чтобы он пришел исцелить слугу. Его вот старейшины пошли по просьбе сотника. Они ненавидели римлян, но они пошли. Почему? И они, придя к Иисусу, они не хотели, может быть, идти к Иисусу, просили его убедительно, говоря, он достоин, достоин, то есть он уважаем, да? Он достоин чести, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Скажи, синагогу. Вот почему, вот почему они пришли? Вот смотри, что делает почтение, да? Оно располагает людей. Оно открывает их сердца. И они пошли, чтобы ходатайствовать, да, за этого римляна, за этого оккупанта. Но что поменяло? Его отношения изменило их отношения. Аллилуйя! Поэтому Писание нам всегда говорит, что да, относись к другому. Как? Как к самому себе. Люби ближнего своего, как самого себя. Он построил им синагогу, и они поняли, что этот человек достойен уважения. Аминь. И Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему. Вот интересно сотник, да? У него были и старейшины друзья, и еще какие-то друзья. Вы замечаете, почему я об этом говорю? Потому что есть люди, у которых вообще нет друзей. И они говорят, у меня никого нет, и меня никто не любит, я никому не нужен. Но Писание говорит, хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. То есть будь почтительным кому-то, да? То есть хорошо относись и так далее. Это был человек, у которого были и друзья, и старейшины, и там еще какие-то друзья. И такие. Почему? У него сердце такое было. Слава Богу! И он послал еще, он еще вообще до Иисуса даже не дошел. Смотрите, сколько людей ходили из-за него. Потому что помните, как в той истории про друзей, да? Что друг пошел в полночь к другому другу. Почему? Потому что говорит, ко мне друг приехал. Вот это уважение, вот это почтение, вот это отношение, оно совершенно по-другому, да, касается людей. Когда эти друзья пришли, что он говорит? Исотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, бо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. О чем он здесь вообще говорит? Как вы думаете? Он говорит о почтении кому? К Иисусу. Аминь? К Иисусу, вот казалось бы, Иисус, он еврей, он вообще, он в этой стране, кто он, для римляна, кто он такой для него? А он говорит, смотри, как я тебя уважаю, как я почитаю тебя, потому что ты дар Божий, ты тот человек, через которого Бог действует. Понимаете, что для него был Иисус, да? Он настолько к нему почтительно относился, что говорит, я даже, ну, как бы не имею права, чтобы прийти к тебе. Если бы я хотя бы евреем был, я бы пришел, а кто я такой? Хотя, наоборот, бы он сказал, да я сотник, я римлянин, я тут главный. Но он совершенно по-другому себя ведет. Совершенно по-другому себя ведет и говорит. И что он ему говорит? Ну, скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек. И, ну, вы знаете эту историю. Смотрите, о чем он опять говорит? О чем говорит сотник? Он говорит о почтении. Он говорит, я понимаю, я понимаю, что если кто-то кого-то почитает, тот того и слушается. Если я командир, меня слушаются солдаты. Я им говорю, они уходят. И я говорю, они приходят. Почему? Потому что они почитают мой чин, да, мою должность, мое звание. И он понимал, что в Царстве Божьем то же самое работает. Видите? То же самое. Он говорит, я понимаю, это работает. Это действует. Он говорит, если ты отдашь приказ, этого будет достаточно, что в духовном мире произойдут перемены. Что в духовном мире сильнее слово власти. И я, человек, который почитаю тебя, а значит, я верю в тебя и я принимаю тебя, твое слово, оно принесет исцеление моему слуге. Аллилуйя! И вы знаете, что? Вы знаете, что? Услышав это, Иисус удивился. Вот казалось бы, чем Иисуса можно удивить, а? Иисус удивился, вот он удивился, думает, Господи. Не знаю, как он там сказал. Но он удивился, это написано у всех у вас, да, написано. Он удивился. Вот это да, что Иисус удивился. А чему он удивился? А он удивился вере и почтению этого сотника. Знаете, Бога это впечатляет. Бога это впечатляет. Слава Богу! И он сказал, обратившись, сказал, идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел, я такой верил». Вот это он удивился, да. Вот это он дал ему оценку. Потому что он заходил в свое селение, да, к своим, так сказать, людям той же национальности. Они вообще ни за что его, ни во что его не считали и не принимали. А здесь, он говорит, это вообще человек, сотник, римский оккупант. И вот он так мыслит, и он так говорит, у него такое отношение. Слава Богу! Я, говорит, не нашел в Израиле такой веры. О чем я говорю? Я говорю о том, что из почтения, почтение и вера, они взаимосвязаны. Если нету почтения, то нет и веры, нет и доверия. И если нету доверия, нету веры, нет почтения, дар не работает. И ты ничего не можешь получить. Но так как этот человек показал почтение и веру, его слуга исцелился. Слава Богу! Слава Богу, потому что мы все хотим исцелиться. У меня мало времени, но я просто коротко скажу еще, если вы хотите, еще одну последнюю историю. Хотите? Это женщина хананьянка. Помните, она была другой национальности. Она кричала там, Господи, помилуй, сын Давидов. То есть она сразу сказала, что он мессия. Вот тоже. Она сразу приняла его дар. Она приняла его, кто он есть на самом деле. Она его почтила. Она изделена. Она он цария. Она о추�ен. Продолжение следует...